МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Возьмут участие 221 велосипедист. Программа включает в себя два соревнования. Гонку на время и шоссейную гонку. Женское состязание пройдет по 80-километровой трассе с перепадом высот в 469 метров. Для мужчин 147 километров с перепадом в 926 метров. Разнообразная трасса, которая, несомненно, понравится профессионалам. Мы выбрали холмистую местность. Вокруг природа. Мы покинем Уран, выйдем в другую область, а потом вернемся в Уран. У нее есть все шансы завоевать медаль. В свои 18 лет Несрин Хуили уже успела стать чемпионкой Африки 22-го года в трех категориях. Молодая спортсменка прекрасно знает трассу и очень мотивирована. Во-первых, гонка проходит в Алжире. У меня дома, в Аране. Это близко к семье. Я надеюсь, что у меня все получится. Следовать за этими чемпионами нелегко для тех, кто привык лишь к велопрогулкам в выходные. Тяжело подниматься? Я вас предупреждала. Справимся. О том, чтобы проехать 147 километров официальной трассы, не может быть и речи. Но мы хотели показать вам самую высокую точку Арана, нависающую над городом и горой Мурджаджо, где расположены часовня Санта-Круз и знаменитая крепость с тем же названием. Санта-Круз – туристическое место. Все, кто приезжает сюда, в Уран, туда обязательно поднимаются. Перед вами отсюда открывается панорамный вид. Санта-Круз – очаровательный памятник. В нем весь колорит истории Арана, города, который знал несколько цивилизаций, которые раскрывают свою древность и подлинность. Христианская часовня, из которой Дева Мария наблюдает за городом, была построена здесь французами в 1850 году в благодарность Богоматери за окончание эпидемии Холеры. Но это место гораздо больше, чем просто один памятник. Здесь столько намешано. Смотрите, христианская святыня, испанский форт, а над ними мечеть. Я думаю, что это хорошо отражает суть Урана. Это именно тот город, в котором людям нравится жить сообща. Надчасовней – великолепный форт Санта-Круз. Он был возведен во второй половине 16 века испанцами. Настоящая жемчужина архитектуры, к тому же прекрасно сохранившаяся. Эта крепость – одна из самых известных в Алжире, даже в мире, из-за большого количества посетителей. Это всеобщее историческое достояние. Кроме того, все знают, что в Уране очень скоро состоится событие международного масштаба. Я именно так воспринимаю средиземноморские игры. Наша поездка в Уран заканчивается здесь. Город полностью готов принять спортсменов и туристов на средиземноморский спортивный праздник. До встречи 25 июня. Мы обязательно покажем вам, как развиваются события. Продолжение следует...